К другим темам. В Тбилиси ищут управу на уличных гонщиков. Горячая кровь часто заставляет стритрейсеров идти на неоправданный риск. И противозаконные состязания в самом центре города заканчиваются тяжелыми авариями. Из Грузии наш корреспондент Михаил Рыбакидзе. Реакция случайного свидетеля на такое появление автомобиля из-за угла может быть самой разной. От восхищения уровнем езды до нервного срыва. Ведь это происходит в центре Тбилиси, на оживленной магистрали, на которой могут оказаться и водители-новички, и пренебрегающие под темками пешеходы. Но грузинских стритрейсеров это, похоже, не смущает. Самое главное, то есть, учитывая то, что ты должен проходить вот этих людей, мимо которых ты проходишь, да, чтобы это все происходило максимально быстро, чтобы у них было минимальное время на реакцию. Мы уже стараемся ехать не на 100% в городе, а на процентов, не знаю, 60-50. То есть, то, что вы видите здесь, это далеко не предел. Это только детские игрушки, мы можем гораздо больше, просто не считаем это нужным делать в городе. Это шокирующее видео, выложенное в интернет Георгием Тевзадзе, посмотрело уже более двух миллионов человек. Комментарии сети неоднозначны. Любители экстрима боготворят нового кумира. А водители более спокойные и ответственные в ужасе. На скорости, до которой разгоняются тюнингованные автомобили, обычно взлетают самолеты. 230, 240, 670. Главный враг водителя – это его тщеславие. На самом деле. Водитель всегда должен трезво, то есть, осмысливать, на что он способен, на что способна его машина. Иногда кажется, что ты можешь все, потому что у тебя получилось один раз, второй раз, третий раз, и на четвертый раз машина может выкинуться. Такой сюрприз. Я вот тут почувствовал, что все, надо остановиться. Я вот тут за 100 метров тебе сказал, вот сейчас хватит. И ты такой, на! Стритрейсинг. Как бы двухлезвийник езжал. С одной стороны, демонстрируется почти весь арсенал владения автомобилем, владения мастерством вождения автомобиля. А с другой стороны, это нечеровато и опасно себе. Честно говоря, никому я не советую начинать оттачивать свои машины прямо на улице. Обретя популярность благодаря роликам в интернете, Тевзадзе и его команда говорят, что хотели бы выйти из подполья. Теперь, готовясь к очередным заездам, они пытаются договориться с дорожной полицией о перекрытии трасс. Георгий налаживает связи с российскими спортсменами-экстремалами, чтобы поучаствовать в легальных гонках. Например, на новой трассе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Но это только планы. А пока появляются новые ролики, появляются и новые сторонники нелегального стритрейсинга. Здесь, на скоростной дороге, соединяющей центр города с периферии, ни дня не обходится без аварии. Ограничение скорости и установленные видеокамеры наблюдения не помеха для лихачей. Быть может, штрафы недостаточно велики, либо ставка больше, чем жизнь. Михаил Рубакидзе, Георгий Базадзе, Первый канал Твилиси.